Лучших по профессии среди работников жилищно-коммунального хозяйства выбрали в Подмосковном Королеве. В этом году премию посвятили 375-летию отрасли ЖКХ. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Заявки на премию подавали с 8 сентября по 13 марта. Свои достижения в области жилищно-коммунального хозяйства продемонстрировали 37 субъектов России. Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Удмуртия, Донецкая и Луганская народные республики и другие регионы. Сегодня каждый квалифицированный человек в сфере ЖКХ, он на вес золота. И слава Богу, что все больше ребят начинает понимать, что высшее образование, должность клетка, который перекладывает бумажки в каком-то офисе, она гораздо меньше обеспечит его будущее, чем надежная профессия в надежных руках. Конечно, хочется, чтобы таких людей было больше. В России ЖКХ объединяет более 2,5 миллионов специалистов. Лучшие из лучших сегодня в зале. Все четыре года, что проводят премию. Люберецкий городской жилищный трест среди лауреатов. ЛГЖТ ежегодно принимает участие. Никогда ЛГЖТ не уезжала без первого. Максимум это второе место было. Поэтому надеемся, что и в этом году наши коллеги покажут прекрасные, хорошие результаты. Собирается вся Московская область, практически все муниципальные образования. Конкуренция довольно-таки на высоком уровне. Первый год, когда мы начинали проводить премию, это была пандемия. Очень мало участников было. И мы видим, что за четыре года премия выросла. Было 8 номинаций, стало 16. Видим, сколько красивых проектов. Заявок много, регионы с открытым сердцем и звонят, и спрашивают. Вопросы такие, которые раньше не задавал никто. То есть, как стать лучшим проектом, как показать свои лучшие практики. Высокую оценку получила аварийная диспетчерская служба Люберец. Награду вручила депутат Государственной Думы Светлана Разворотнева. Очень волнительно, конечно, когда люди высокого ранга нашей страны видят нашу работу, ценят. 24 часа в сутки работаем, 7 дней в неделю, беспрерывно. В нашем городе это около 60 человек. Еще одна составляющая конкурса – чемпионат лучшей по профессии. Специалисты сразились с учащимися профильных учебных заведений. ЖКХ «Баттл» между студентами и профессионалами прошел по четырем квалификациям – сантехники, плотники, маляры и электрики. Многие регионы в этом году проведут подобные чемпионаты на своих территориях. И самое главное, и у ребят, у студентов колледжей, и у сотрудников правящей компании есть такой хороший стимул показать лучшие свои качества, посоревноваться. Уверен, что и сегодня чемпионат пройдет на высоком уровне. Не знаем, кто победит. Все-таки молодые профессионалы, либо уже люди с большим опытом работы. Валентин Шестаперов работает электриком в Люберецком городском жилищном тресте. В конкурсе участвует впервые. Как и все, настроен на хороший результат. Регулярно сталкиваемся с ремонтом проводки, восстановлением проводки. В принципе, ничего сложного. ЛГЖТ в этом конкурсе представили и другие специалисты. Рамазан Магомедов показал свое мастерство в сантехническом бою, Павел Любимов – знание столярно-плотницкого ремесла, а Надежда Александрова продемонстрировала навыки в покрасочном деле. Мне это по старости не нужно. Серьезно, молодым, да, должны быть. Они должны руки набивать по этим чертам, по этим расчетам. Чемпионат по профессиональному мастерству продлился полтора часа. Студенты обменялись опытом со старшими коллегами и почерпнули новые знания. Было очень интересно пообщаться до конкурса. Сейчас что будет после конкурса, не знаю, но тоже будет интересно поспрашивать, когда будут известны итоги. Очень классно, что есть такие конкурсы, где можно поучаствовать с людьми, которые уже работают. Я думаю, для них это тоже своего рода как такой небольшой экзамен и челлендж, проверить себя, насколько они могут соревноваться с подрастающим поколением. По результатам чемпионата Люберецкий городской жилищный трест получил четыре награды. Павел Любимов завоевал звание лучшего столяра. Очень радостно, очень приятно. Вообще нет слов. Конкуренция хорошая растет. Молодцы ребята, молодые, тоже хорошо старались. На этом программа не заканчивается. Главные итоги будут подведены 18 апреля в Москве. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.